Всем здарова народ, вы на канале Бублик Ченнел и сегодня мы с вами продолжаем играть на проекте GreenTech RP. Ссылочка на проект будет в описании, обязательно переходите, скачивайте и начинайте развиваться вместе со мной. Также вводите промокод Бублик, также вводите промокод Бублик большими английскими буквами, чтобы получить крутейшие бонусы. Перейдем немного к сути ролика, ну и перед этим хотел бы вас поблагодарить за актив под прошлыми роликами под GreenTech. Вы даже теперь под роликами по провинции просите снять GreenTech, вот ваши желания сбываются. Итак, для того, чтобы просто не кататься и не искать RP, я решил быть в этой теме и решил оказаться прямо в центре этого RP, то есть вступить в МЧС и стать пожарным. Данное приветствие я записываю уже после того, как все произошло и ребята, это настоящий трындец. То, что там происходило, это не описать словами. Такого RP я не то, что нигде не видел, я вообще не представлял, что оно есть такое. Изобилие RP-шности настолько зашкаливает, что я в моментах просто молчал и наблюдал за тем, что происходит. Поэтому, ребята, прямо сейчас усаживайтесь поудобнее. Всем приятного аппетита, кто кушает. Приятного просмотра. Погнали. Так, получается, вот здесь вот сидит вот диспетчер, вот она, Наташа Панфилова. А, сейчас поднадо. Да, да, я ее нашел. И вот она, и она там просто по КД сидит и просто передает информацию. Нет, она принимает звонки, записывает себе на журнал PSC, PSC пункт освещающий журнал. И потом она в мегафон вызывает, уже отправляет технику. То есть это по громкоговорителю, по всему подразделению происходит. Ну, вот. Вот, вот. Опачки началось, да? Да, да. Сейчас вот началось, но сейчас ты никуда не бежишь, потому что по IC мы не знаем, что нам поступил вызов. А там же написано диспетчер. Да, это, понимаешь, вот сейчас то, что ты увидел, это пришло на PSC, на пункте связи с частью, как раз нашему диспетчеру. Она сейчас даст ответ, узнает, уточнит информацию, то есть, да, там, что происходит, зачем вызывают, для какой-то цель. А, и она скажет нам сюда. Да, вот. Да, и она, и она, громкоговоритель, нам сообщит, что там отправить технику на выезд. То есть, да. Вот, даже и номер дома указали, номер телефона. Вообще, диспетчер не будет уточнить информацию, да, если боми люди, то есть, чтобы уже следовать, знать, нужно ли спасать людей. Сообщает, якобы, технику направлена, техника следует к месту вызова. Первое, второе, деление, новость, первое, второе, деление, новость, фарм, коттедж, поселок Рублёв. Да, я дёрнулся. Я дома 10-33. Я дёрнулся. Я, она так резко сказала, я дёрнулся, реально. Так, получается, сейчас все бегут одеваться, да? Да, 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 сейчас видишь. А, во, уже трое выбежали. Фига, ну, все скоростные. Так, так, сниваем свою одежду и надеваем форму номер 2. Все, я тоже побежал. Все, беги за мной. Так, мы в Урал садимся, все, правильно? Да, да, да. Давай, 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 быстро, 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 быстро. А, ты уже выехал. Это не я выехал, это водитель у нас. А, все, я сзади сажусь. Да, 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 давай, давай, тебя одного сделаем. Все, 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 все. Искал 101-102 на приеме. 101-102, я искал, информацию приняла на приеме. 20-28 я искал. Она продублировала мою информацию. Ага. Время. И сказал, я и сказал. Так, все, быстро все выехали, кстати. Да. Все такие сразу подлетели, переоделись и поехали. Есть, есть нагматик в пожарной охране, называется сборный выезд на фасад по тревоге. Происходит, он должен уложиться личный состав в течение одной минуты. То есть, если там минута одна секунда будет, то состав в норматив не вложился, или отделение, да, автоцистерна, вот, то значит, норматив не выполнен. Сейчас я передам информацию, да, допустим, вот мы подъезжаем к месту вызова, там видим бы, что и черный дым. Ну, потому что по РП мы бы его серьезно увидим. Да, хорошо. Искала 101. Супер 1, я искала, на приеме. Супер 1, 102, подъезжаю к месту вызова. Заехали в какой-то коттеджный поселок, следуем по нему. Вижу вдалеке густой черный дым. Супер 2, я искала, информацию приняла. Подъезжайте коттеджам поселка Рублева, видите вдалеке горит дом. 2-го отделения, я искала, на прием выйти. Искала 101, 102, прибыли к месту вызова, на месте вызова происходит открытое горение коттеджа на первом этаже. Готовим анонс много ДЗС, прокладываем одну магистральную линию, подаем один ствол на тушение. По угрозе уточняю, по людям информацию уточняю. 102, 101, устанавливается на ПГ, прокладываем магистральную линию, запитывая 101. Как понял, информацию 102. Принял, устанавливаемся. Жесть какая, я вообще в шоке. Я ничего не понимаю. Сейчас я расскажу, что я сделал, то есть я передал информацию на пункт связи части. Супер ЕИСКРА, информация. Сейчас, подожди. Когда поступил вызов в Рублевом коттедже, грид коттеджа, внутри, возможно, находится человек, а ближайший пожарный гидрант на территории поселка. Ну, 2 и 0,3 сообщено. 20-31 ЕИСКРА. Искра Супер ЕИСКРА, информацию принял. Ну, это вообще она должна, как бы, пронеследование к месту вызова делать. То есть она мне информацию продублировала, еще раз, что происходит на месте вызова. Вот мы когда прибыли, я ей передал информацию, выйти к месту вызова двумя отделениями, то есть позывной техники передал. И, соответственно, то, что происходит на месте вызова, в данном случае, это открытым планем, у нас горит первый этаж коттеджа. Я запросил тоже, у меня фраза была 102-й, 101-й. То есть я запросил второе отделение, дал ему задачу установить оцену АПГ, то есть установить автоцессерную на пожарный гидрант для того, чтобы была бесперебойная подача воды вместо пожара. А, вот они, вот они, да, они здесь, гидранты, подсоединяются. Да, да, да. Вот, как ты видишь, они вообще, ну, потому что у нас нет объекта пожарной колонки. Ну да, и они пишут от игроков. Да, руков нету. Я вот объясню, пожарный гидрант находится под руководством. У каждого, допустим, объекта дома есть привязка. По этой привязке находится пожарный гидрант, открывается руководство, его устанавливается пожарная колонка, и дальше уже, соответственно, проходит в мегаприятии по установке оценок ОПГ. То есть, да, я сказал информацию, установите оценок ОПГ, проложите магистральную линию, запитайте статерного. То есть, чтобы они запитали первое отделение, от которого сейчас будет проложена магистральная линия к обходу в дом. Ну вот, я еще хочу подметить, да, что здесь они все прямо отыгрывают до последней отыгровки. И сейчас, я понимаю, они должны от того гидранта к этой первой машине привести, да? Да, да, они подцепят рукав к первой машине, запитают. Сейчас личный состав готовит поддонную ГДЗС, прокладывают магистральную линию. Если бы у меня была включена вебка, на моем лице было бы понятно, что я ничего не понял, но мне очень интересно. Да, 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 да. Да, я сижу, я просто слышу набор каких-то слов с цифрами в перемешку и вижу, как чуваки здесь всякие объекты уже ставят. Висит маска, баллон, соответственно, уже надет. Ты уже, по сути, готов. Те осталось только включиться в аппарат. Все, я отыграл, что я нацепил и наделал. 71-й я из крана связан. Установили 102-й на пожарный гидрант, прокладывая магистральную линию к месту пожара на расстоянии примерно 40 метров. 71-й я из крана информация приняла. Установили 02-й на пожарный гидрант, прокладывайте магистральную линию на расстоянии 40 метров. 20-35 я из крана. Вот, сейчас видишь, вот, видишь, МВД подъехали. Да, МВД подъехали. А вот эти что за на черной машине? Это опера, мне кажется. Чего они подъехали? Это, не знаю, могут мимо приехали. Бывает такое. МВД, что-то уехали, кстати. 71-й, 11-й. 71-й, например, передавай. Проложи вторую линию и с внешней стороны подайте ствол, забивайте окно, как понял информация. Информация принял, подарю. Все, сейчас второе деление, то есть они где-то были, сейчас я им задачу поставил, чтобы они подавали ствол с внешней стороны и уже, соответственно, произвели тушение непосредственно в окно. Мы будем на телеканале, да. Они будут снаружи тушить, мы снутри. Да, снаружи, да. Мы снутыми, да, все верно. Также, ладно, я думаю, может, пошлите уже, потому что там уже чувак, наверное, замерзнулся. Если он там был, да, это точно так. 71-й на приеме. Передай информацию, наискую. В работе 1-й, проверяем дом на наличие людей. На данный момент 1-й этаж на наличие людей проверили, никого не обнаружили. Дом 2-х этажный, и будем проверять 2-й этаж на наличие людей. Вот, я, например, передал, то, что мы провели 1-й этаж, ну, как ты тоже, да, убедился, вот, мы проверили, пока люди у нас не обнаружили. Из красной спермы. Если мы обнаружили человека, то, вот, вот, сейчас. По словам, 12-го в работе одно звеного ДЗС, проверяется дом на наличие пострадавших, 1-й этаж проверили, пострадавших не обнаружено. Дом 2-х этажный, звеном ГДЗС проверяется 2-й этаж на наличие людей, как принял. Блин, то, что я так сказать хотел, если мы, короче, обнаруживаем пострадавшего в случае его обнаружения, то нам потребуется всегда у нас... Через 1-й, я искренне, что у нас и приняло. Да, спасибо большое. По словам, детства, работает 1-й звеном ГДЗС, проверяете дом на наличие пострадавших, 1-й этаж пострадавших не обнаружено. Дом 2-х этажный, проверяется 2-й этаж. В принципе, это... У нас 44 я искренне. Мы сейчас полностью дом проверим на наличие людей, пока никого не обнагружили. Можем получше, конечно, проверки бывают, там пацаны отыгрывают, что-то отбегают под кроватью. Допустим, допустим, мы сейчас зашли в комнату, можешь отыграть, смотрят под кроватью, там, это открывает крышку унитаза, смотрит под ней, и все бывает. Мало ли кто-то того... Ты должен был хомяк, кто-то залез, что ли? Да, 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 кот какой-нибудь, знаешь, прыгнул, и крышка захлопнула. Не дай бог, конечно, такое бывает. То ты делаешь, ты подтягиваешь за мной рабочую линию, с которой мы идем. А, шланг фото на линии. Да, который шланг. Понял. Пожарный гоник, и вообще, да, 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 бывает три вида пожарных рукавов, это напорно всасывающий, всасывающий. Это пиздец какой-то. Да, да, это не так. Мои, у меня нервный срыв сейчас будет. Это не так, это не так, как, о, там, это, шланги свои, там, таскают, так далее. Жесть какая-то, это дичь. 71-й я иска, информацию приняла, проверили второй этаж, пострадавших не обнаружили, дом весь проверили, тоже пострадавших не обнаружили. В работе работает одно звено ГДЗС первого деления, первый ствол Кур-8, точнее, один ствол Кур-8, разборка, пролива, конструкция, локализация. Информацию верно приняла. Искра 71-м, да, информация верна. Сейчас вот я тебе ствол дал, можешь взять уже. 20-49, Искра. Вот, отыграть, ну... Да, взял ствол, я отыгрываю. Да. И начал... Проливать... Какого? Проливать что делать? Ну, проливать, получается, и накрытие. А там информацию, вот я передавал, что было локализация открытого мероприятия, то есть это значит, я передал о том, что на данный момент созданы все условия для тушения пожара, сил на месте вызова и средств мне, соответственно, достаточно, и больше я никого запрашиваю. Или наполнительные силы, да, там, не знаю, я не знаю. Семь сфермией, Искра, Искра, смело, провели осмотр территории, на территории находится одинкий пищный гараж и деревянная беседка. Угроза распространение не подвреждено. Угроза распространения не подвреждено. 20-52, Искра. Ну, вот, как-то так, вот, сейчас мы звено вышли, получается. О, огонь потушили. Да, да, парни его потушили, то есть, все отлично. Получается, мы выполнили свою миссию. Да, и дом на наличии людей проверили. И огонь потушили. Звенок ДЗС первого отделения вышли на свежий воздух. На данный момент в работе два ствола Курс-8, один внутри, другой снаружи. Придется разборка-проливка. Сейчас, это, можем что-нибудь, допустим, взять, пойти, богор, хулиган, лом. У нас очень много ПТВ пожарно-технического вооружения, которое можно использовать для разборки проливки. Допустим, ты не будешь, да, там, что-то руками таскать, там, шкаф руками разбирать. Взял ломик или хулиган поддел, хоп, разобрал, пролил и так далее. В 12-м я, скажем, в 12-м, приняла. Возвенок ДЗС первого отделения вышли на свежий воздух. В работе используются два совла Кур-8, один внутри, другой снаружи. Проливка-разборка конструкций. 20-54 ля, Искра. Искра 11-м, ликвидация открытого гарантия. Вот ее, СПР-дов. Так, и когда это закончится все? Это? Ну, я думаю, до утра ул. Стараемся. Ага, понял. Я не знаю, честно. Вообще, знаешь, вот, да, допустим, вот смотри, иди вот, подойди, пацаны. Вообще, молодцы. Весь, что они делают, Дмитрий Жуков. Смотри, вот, отыгрывает. Так, где? Я здесь, вот, вот, видишь, что вот, Дмитрий Жуков написал? Вот выше. Да хватает стыдовать все колетки лома, направляются колее, хватает бутылку сюда, делать пару глотков. Понимаешь, они худ, они делают худ, они отыгрывают, показывают, как бы это ситуация. Это все не наиграно, ненавидево это, это все так и происходит, на самом деле. Да, понятно, я не спорю, что это, типа, не наиграно. Вот, вот, наиграно такое нельзя было бы сделать, чтобы все так сложено было. Да, конечно, тем более, я не бегаю по каналам. Пацаны знают, что и дело полностью, все обученные, у них есть командир отделения. Искай, 71. Вот это вот, Александр. 71, я скажу на приеме. 71, 102, проводим разборку конструкции, дом проветриваемый на всех двух этажах. 71, зашел в здание, скрытых очагов горения пока не обнаружено, провожу визуальный осмотр здания изнутри. Да, ну, в смысле, я тебе тоже предлагаю, ты можешь написать для цепи, как-то вот отролю. Не, это не поместится. Этажа подруга. Тут столько фрагментов, я не знаю, что вырезать просто, это дичь. А, серьезно, что ли? Тут очень много, с момента, как мы выехали, это там практически все надо оставлять. Короче, ребята, произошла такая ситуация, что этот дом просто будут, ну, бесконечно отыгрывать. Чуваки действительно знают свои роли, действительно знают, что тут надо делать. Я тут вообще, как мне свои тарелки, потому что я первый раз на вызове, меня взяли, так сказать, как стажера. Я просто ходил, шланг таскал, и все. Поэтому на этом я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилась вот эта вот рпшка. Мне прям очень зашло. И самое интересное, что я сейчас уйду, а они продолжат свою работу. Если вы хотите тоже в таком поучаствовать, ссылочка на проект в описании, обязательно переходите, вводите мой промокод Бублик. И вы сможете при достижении какого-то там уровня, по-моему, пятого, тоже устроиться в МЧС и тушить вот такие вот дома. Или разбирать ДТП и тому прочее. И вот ставить различные, как вы видите, объекты. Короче, действительно очень круто. Надеюсь, вам понравилось. И думаю, что вы действительно не видели ничего рпшнее, ребята. Всем удачи, всем пока-пока.